Я вас приветствую на канале. В этом уроке мы поговорим о практической части, как тестировать сайт. И вот я нашел небольшой такой сайт по продаже кофе. И тут есть некоторые баги, на которые можно как раз обратить внимание. Первое, что нам кидается в глаза, это именно поиск, который мы можем что-то вести и найти. Ну, поиск по сайту. Тут выходит, что можно вынести к верстке то, что иконка сайта очень плохо видна. Это может отнести как к небольшой баги по-верстке, ну, указать лол, или это было действительно так задумано по макету, когда-то верстали. А второе, что я могу сказать, если просто нажать на иконку поиска, страница сразу же крашится. Вот, это уже идет бага. Второе, для примера, если мы просто перейдем в Google. И вот тут нажмем, просто уберем. Нажмем на иконочку, все нормально, ничего не крашится. Ну, это уже, я для примера, он показал на основе какого-то другого поисковика, что не крашится. А тут нажал, оно уже сразу посыпалось при пустом инпуте ввода. Второе, что я хочу показать, как можно еще раз поломать этот инпут, ввести просто какие-то цифры. И тут сразу же видно, когда мы что-то вводим, отрабатывает иконка загрузки. Тоже она не должна тут появляться. И если мы введем какое-то значение и нажмем поиск, тоже посыпется страница. Но вы не думайте, что поиск тут поломанный. Просто вот на то, что если пустой инпут тут ломается, и на то, что ты вводишь какие-то цифры, он тоже ломается. Но если мы просто введем, допустим, кофе, он начинает работать, он ищет. Вот он даже перейдет что-то, найдет, предложит нам что-то по выбору. Следующее, логотип у нас работает, он ведет на главную страницу. Ну давайте сделаем покупку. Вот у нас есть вот код кофе. Мы накликнем на иконку купить. Появляется модалочка, что товар ушел в корзину. Все ок, мы можем ее закрыть. Перейти в корзину. С корзины тоже она удаляется вот так вот. Но есть бага в том, что мы можем опять кликнуть на изображение, перейти в сам товар. И если тут мы кликнем на кнопку отправить в корзину, модалка появляется пустая. Это уже бага. Потому что, если вы помните, в первоначальном она появлялась уже с надписью. А тут она просто уже появляется пустая. И вот сколько раз ни нажми, она будет постоянно пустая появляться. Вот еще одна бага связана именно с модалкой. Вот. Ну, если я чуть-чуть не забегаю вперед. Если посмотреть по шапке, шапка не кликабельная, номера телефона не кликабельные. Они не идут на перевод телефона, что можно осуществить звонок. Это еще можно так обратить внимание. Следующее. То, что еще можно тут сделать. Как всегда, я люблю вводить всякие отрицательные значения. Именно в инпуты или калькуляторы. Вы довольно... Если видели мои прошедшие ролики, я туда довольно часто вводил всякие отрицательные значения. И калькулятор или какие-то кредитные расчеты, они сразу же ломались. Или они срабатывали, считались. И так выходит, что человек, который предоставляет услуги, или сервис, который предоставляет услуги, он сразу же уходил в минус. И это тоже являлось огроменной багой. Это уже непродуманная логика калькулятора на сайте. И вот тут почти такая же вот самая проблема. Сейчас я зайду. Тут можно будет ввести минус 1. И отправить в корзину. И при минус 1 оно отправится. Оно посчитает как за 1. Вот, можно ввести минус 10. Отправить в корзину. Оно считает минуса 10. Ну, считаю, идет минус 10. Оно считает за единицу. И отправляет 1 товар. Вот, так что в любом случае оно срабатывает. Он считает только за 1 единицу товара. Если так отправить в корзину. Ну, добавится 10. У нас было 12. Тут как бы с прибавлением все ок. Вот, еще одна бага есть в том, что, допустим, у нас есть товар уже в корзине. Мы сюда переходим. И, да, мы перейдем. Я просто смотрел эту багу. И, допустим, мы ее тут удаляем. Уже корзина пустая. А тут еще остается товар 12. По идее, он должен тоже сразу же аннулироваться. Потому что, видите, что появляется модалка. И тут показывается, что еще можно уже оформить заказ. Хоть у нас уже тут пустая корзина. Потому что мы все тут очистили. И мы, если перейдем в оформить заказ. А теперь стала пустая корзина. Короче, суть в том, что информация обновляется только после обновления страницы. Может быть, тут все написано на Аякс. Но если говорить о таком приложении, которое сразу считывает товар, обновляет, то такого тут не должно. Это может вести клиента с непонятным действием, которые не понимают суть того, что происходит. Следующее, что хочу показать. На этом сайте есть регистрация, на которой вы можете зарегистрироваться. Вот, если поскорим вниз, то тоже ничего не кликабельное. Почта тоже ничего не переходит. Вот она. Плата-доставка. Ну, давайте выберем. Опять перейдем в какой-то товар. Тут идет описание. Тут тоже слайдер листает. Потом этот слайдер мы проверим уже на мобильном устройстве, как он будет выглядеть, будет ли он листать. Потому что в некоторых случаях бывает, что слайдеры не работают на мобильных устройствах. С этой кнопки, но ты на них кликаешь, они не работают. Надо тоже обращать внимание. Вот. И личный кабинет у нас находится тут. Мы переходим. И тут предлагают или войти, или зарегистрироваться. Мы являемся, допустим, новым клиентом. Мы нажимаем продолжить. И давайте проверим на то, какие поля являются обязательными или нет. И мы можем просто кликнуть продолжить. И тут показано, что надо ввести. Ну, давайте введем наше mail, имя, фамилия, телефон. Телефон тут. Просто так можно будет ввести какой-то. Город. Город мы можем вот так цифры ввести. Индекс тоже цифры. Адрес тоже цифры. Вот. И как раз мы указали чекбокс на подписку. Окей. И давайте посмотрим, что из этого пройдет. Потому что город, адрес, ну, индекс является цифровым. Ну, можно ввести цифры. Мы кликаем продолжить. И валидация сработала только на email. Давайте поломаем его по-другому. Просто введем собачку. Не будет никакого .com в конце. И там .ru или UI. Это уже в зависимости, какой вы почтой пользуетесь. И кликаем продолжить. Идет обработка. И все. Мы зарегистрировались. Бага в том, что если вы обратили внимание, моя информация, давайте перейдем. И дело в том, что... Вот. Изменить контактную информацию. Мы видим, что имя у нас прошло. Телефон. Ну, если мы перейдем в адресная книга. То, что мы вводили... Тут идет Киев, Украина, адрес и все остальное. Оно как бы выбило. И запомнило цифрами. Так не должно быть. Потому что... В адресе должно быть участвовать как и символы, так и цифры. А тут просто прошло чисто с одними символами. То, что валидация тут не очень работает. И так же самое, что вы можете заметить. Эмейл он тоже принял. Он принял просто без никакого... В конце там, например, ком должен был быть или еще что-то. Вот в этом тоже как раз может быть... Не может быть и есть бага. Если мы жмем продолжить. Он сохраняет. Ваша как бы информация была обновлена. И мы сейчас перейдем. Проезд на. Тут он сохраняет. Я в заключении в том, что вы, если тестировать будете какой-то личный кабинет. И еще что... Бага в том, что вы можете изменить данные. Нажать тут или продолжить, или сохранить. Он как бы выдаст модалку сохранить или продолжить. Но когда вы войдете обратно в личный кабинет, информация будет не сохраненная. Это тоже довольно распространенная бага, что внутри не сохраняет именно данные пользователя, когда он их изменяет. Или бывает то, что при регистрации, когда вы регистрируете нового пользователя, все вводите. Письмо приходит вам на почту. Но вы обратно заходите в личный кабинет. И те данные, которые ввели только при регистрации, в личном кабинете, они не отображаются. Тоже бывает такая распространенная бага, что не сохраняется данная. Это уже идет бага по бэку. С бэкэнда. Если говорить правильно. Вот. Так что, вот такие вот бага есть. Еще одну хочу показать. Давайте перейдем домой. Иконка домой работает. Мы возвращаемся на главную страницу. И тут есть небольшая бага именно по верстке. Мы кликаем на этот товар. И если посмотреть, видите, что тут иконка свайдера. Вот эта иконка. И когда наводим изображение, изображение должно перекрывать эту иконку. Это уже верстка идет. И как раз видим, что виднеется иконка именно свайдера. Вот. Это одна из еще одной такой баги. Вот. Давайте как раз посмотрим на скорость загрузки этой страницы. Каждый раз я проверяю именно через PageSpeed. Это именно сервис от Google. Который позволит вам протестировать скорость загрузки страницы на декстопе и на мобильных устройствах. Сейчас он как раз выполнит анализ. Итак, видим, что страница на мобильных устройствах грузит, ну, в принципе, 12. Это плохой результат. Должен быть 75 и выше. Давайте смотрим для компьютеров. Ну, тут чуть-чуть меньше. И давайте посмотрим, что именно влияет на этот результат. Какие параметры. И тут показывается, что 14 секунд-то используя форму. Ну, изображение сильно грузит. Отображение, что у нас блокирует очень много CSS свойств, которые тоже и JS много, которые довольно долго показывают загрузку страниц. Соскрещая время по умучению. Ответ сервера долгий. Настройки. Так, тоже. Очень много неиспользованного CSS кода. И размер кода очень тоже видно, объемный. Просто я не могу посмотреть. А вот как раз какой-то пример есть. Можно открыть CSS. Но если вы знаете чуть CSS, то вы понимаете, что тут написано. Создано огромное количество разных классов. Ну, на этом он ругается. Он говорит, что можно вот это все немного сократить. И не будет таких больших проблем именно загрузки сайта. Чтобы вы понимали, что если идет какой-то объемный JS или CSS, это тоже ресурс, который требуется браузеру для загрузки и чтобы это обработать. И на это тоже тратится время. И это тоже как раз считывается. Вот это кратко для мобильных устройств, для компьютера. Потому что... Сейчас обновлю страницу. Сейчас он опять анализ пройдет. Почему так надо обращать именно на мобильные устройства? Потому что вы, может, из-за собой замечали, что большая часть операций мы делаем именно с мобильных устройств. Иногда производим какие-то покупки, смотрим видео, новости читаем. И для нас очень важно, чтобы сайт очень быстро и адекватно загружался именно с мобильных устройств. И как мы тут видим, с мобильным устройством очень все плохо. С компьютерной версией то же самое. Именно с сервером проблема. То же самое. Но с мобильным... Ну, на дейстопе оно справляется довольно шустрее. Вот им идет с домом проблемки. Так что этот ресурс очень полезен. И как раз мы сразу же можем определить именно скорость загрузки. Следующее, что мы можем посмотреть, мы можем именно перейти... Это мы закроем. Закроем. Посмотреть, как он будет отображаться в мобильной версии. Посмотрим именно вот через DevTools. Кликнем сюда, чтобы открыть мобильную версию. И отображение на 320. Она вполне адекватная. Как бы все... Ничего не едет. Можем будет посмотреть их. Давайте глянем в главную страницу. Самое важное, когда вы будете именно тестировать на 320. Ну, когда вы будете тестировать верстку. Заключается в том, что у вас должен быть макет, который должен показывать, как должен выглядеть сайт, допустим, при 320. Ну, это на iPhone 5, потому что иногда он еще поддерживается. И вы должны видеть, как оно все работает. Прокликивать, потому что многие элементы не работают. Вот слайдер. Как раз видите, что слайдер работает. Но он доходит до того момента. Если тут кликать дальше, он возвращается самый назад. Слайдер как-то странно работает. Потому что правильная реализация надо было сделать так, что когда он доходит до конца, кнопка вправо, вот она закончила листать, должна быть неактивна. Она возвращает обратно на начало. Может запутаться. И так же самое именно с кнопкой слайдера влево. Вот тоже на это можно обратить внимание. Давайте посмотрим на iPhone 6. Окей, и тут тоже почему-то отображается кнопка слайдера, хоть тут одно изображение. Вот оно открывается. Модалка тоже закрывается. Давайте это посмотрим на маленьком устройстве. Кликнули. Она открылась, закрылась. Вот, и я еще хочу проверить именно еще браузер стек. И перейдем в бесплатную версию. Для примера, как она будет отображаться, нам вполне будет хватать одной минуты. А если вы уже полностью хотите тестировать, то действительно надо будет купить платную версию. Или там, где вы будете работать, или работаете, скорее всего, есть именно уже официальная версия браузер стек. Купленная именно, в виду неофициальная, именно приобретенная. И вот так она будет выглядеть на iPhone 11. Ой, он что-то закрыл. Интересно. Перейдем обратно в Safari. Сейчас он запустится. Как раз скролим. Переходит. И кликаем. Да, тоже. Просто если действительно говорить о верстке, проверять верстку. Ну вот как раз видите, что тут очень странно отображается input. Покупки. Вот как раз видим, допустим, тут он идет полноценный. А если перейти сюда, ну вот уже идет предупреждение, тут уже обрезанный input, именно уже в Safari, он вот так будет отображаться. Тут тоже можно указать на багу для того, чтобы поправить ее. Сейчас опять перезайду. Ну что-то он загрузил. Вот так, если показать именно в горизонтальном, то это нормально. Когда первоначально мы показывали именно в вертикальном положении, оно реально выбивало именно то, что input обрезан. И давайте как раз можем построить сайт еще в Mac. Это будет у нас 10 версия. Мы кликнем. Посмотрим, как он выглядит в Safari на декстопе. И он как раз загружается. И вот как раз видим, что в Safari вот та же самая история идет на независимость, это мобильное устройство или декстоп. В Safari именно input, он обрезается. Вот. Так же самое, если посмотреть сюда. Мы это закроем. А, ну тут тоже input обрезается. Я изначально не обратил внимания. Сейчас еще обновлю. Да, тут тоже как раз input обрезается. И как раз ты тоже можешь внести багу по верстке. Вот как тут. Я вначале не обратил внимания, потому что я на другие вещи следил. А когда уже перешел в Safari, заметил. Вот как раз видим, что вот тоже такая вот такая бага по верстке. Может быть это только в этой странице, а в других странице, ну, странице товара. Нет, это везде такое. Перейдем сюда. И как раз тоже. Так что я надеюсь, что он был урок этот полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.